Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас пустые баночки. Здесь Avon, FixPrice и другие. Поехали! Давайте начнем с фикса. Закончился вот такой гель от Seido из FixPrice. Брала уже давно, но что-то рука к нему как-то не тянулась, когда... Я люблю агрессивные средства, девчонки. Люблю агрессивные, типа мицеллярного скраба, типа просто скрабов или гамажей каких-то. Это просто гель, матирующий гель, балансирующий с матирующим эффектом. Очищает, сужает поры, поддерживает уровень паш. Он сам по себе, девчонки, неплох. На самом деле, для тех, кто любит деликатный уход, у кого чувствительная кожа, кто не любит, как я, агрессивное воздействие на нее, я вам очень рекомендую. Он подойдет и для нормальной, и для комбинированной, и для жирной кожи. Он действительно слегка подсушивает, но в хорошем смысле этого понимания, да, то есть убирает жирный блеск с вашего лица. Консистенция здесь действительно гелевая, довольно густая, очень удобный дозатор. Я люблю, когда вот так вот нажал, да, не нужно открывать никакую крышку, лезть внутрь и так далее. Поэтому да, но я повторять покупку больше не буду, опять же, потому что люблю уход агрессивный. Так, еще две покупки из фикса. Это фитокосметик у нас. Прогремели новинки как-то зимой, да, шампуни и бальзамов. Здесь у меня шампунь для волос, укрепляющий от перхоти, для всех типов волос дегтярный. Других просто в нашем фиксе не было, поэтому брала то, что было. А бальзам активный рост и укрепление пивные дрожжи. Вот так он выглядит. Вы знаете, девчонки, цена наибюджетнейшая, и волосы очень хорошо отреагировали. Мне безумно понравились запахи. Бальзам пахнет вообще очень-очень вкусненько, какими-то травами. Здесь шишки нарисованы, да, что-то такое есть. И шампунь пахнет классно. Запах шампуня мне напомнил аромат. Был у бабушки Агафьи обалденный бальзам, в свое время который пах тюльпанами. Вот не знаю, почему я здесь тоже очущаю этот запах, и мне безумно он нравился. Шампунь темного цвета, вот я его водой уже здесь разбавляла, видите, он прям практически черный. Как дегтярное мыло, он дегтярный и такого же цвета. Поэтому блондинкам, девочке, он может отдавать легкий шоколадный оттенок на ваших волосах. В принципе, это и прикольно. Оттенок достаточно такой легкий, но в то же время интересный, красивый переливается. Хорошие девчонки средства, действительно хорошие. Зуда головы не вызвали какой-то пушистости там излишней. Промывают хорошо. Очень достойная линейка. Фитокосметик вообще радует и радует в последнее время, поэтому советую. И еще один продукт от Фитокосметик, который показываю практически всегда, потому что он у меня постоянно. В обиходе это густое масло для волос. На этот раз я брала горчичное, оно безумно круто пахнет медом. Выглядит масло вот так. Вот, вот так. Это желтая такая консистенция, как чуть подтопленное сливочное масло. Как же круто пахнет, как липовый цвет, девчонки. Я обожаю этот запах, когда цветет вокруг липа, это просто блаженство. Не только запах, но и эффект классный. Если подогреть слегка и нанести на чуть подсушенные вымытые волосы под шапочку, под полотенце, вообще будет эффект ламинирования. Маски обалденные, ни с чем не сравнимые. Девчонки, я пробовала и люкс, и все что угодно за бешеные деньги. Но вот эти вот баночки, я не помню, сколько они сейчас, девчонки, 155 рублей или 77, да, здесь небольшой объем, все равно надолго хватает, оно густое. Эти баночки, они просто вот, ну, превзошли все средства, которые я пробовала. Поэтому беру и буду брать постоянно. Так, и, наверное, закончим с фиксом. Брала я вот такой вот спрей для волос, увлажняющий с секретом улитки гиалуроновой кислотой, снейл. Он называется, вот так выглядит баночка, улиточка тут нарисована. Он, в принципе, удобный, здесь дозатор, запах практически никакого нет, легкий-легкий такой, цитрусовый, прям еле уловимый. По поводу эффекта, ну, не скажу, девчонки, что он что-то делал с моими волосами, мне кажется, вот я просто водичкой пшикала, да. Если волосы убитые, да, крашеные, сухие, то не увлажнит он их, хоть он и заявлен как увлажняющий, не знаю, вот как-то он такой слабоват. Для нормальных волос, да. Укрепляет волосяные луковицы, ну, вот не могу сказать, защищает от пересыхания. Но это тоже как-то вот не удалось мне проверить. Глубоко увлажняет, вот здесь, конечно, нет, нет, не глубоко увлажняет, нет здесь этого, но и волосы ваши не утяжелит. Поэтому, у кого нормальные волосы, можно взять и попробовать. Так, дальше, девчонки, да, а, нет, еще один продукт из фикса завалялся, тоже Сейдо, это гель для душ. Смотрите, какая мятая бутылочка, мне вот что не понравилось, что мягкий пластик, он очень мягкий, он продавливается, а гель сам жутко густой, вот такого сиреневого цвета, он, знаете, такой не как гель, а как слизь. Запах, конечно, обалденный, он у меня тут, по-моему, с виноградом, с черникой что-то такое. Да, ежевика и черника, вот. Запах классный, супер просто, очень понравился. Здесь есть вот такие частички, да, видите, черненькие в составе, вот это тоже не айс, это семена чья, по-моему, да, семена чья, потому что они застревают в мочалке, то есть, если этим гелем для души пользоваться, то самостоятельно, без всяких мочалок или силиконовой, да, щёточкой. По пенящимся свойствам каким-то, очищающим, он, в принципе, нормальный, но неудобно, безумно было вот этот гель выдавливать из такого неудобного дозатора. Приходилось прилагать усилия, что этот мягкий пластик, видите, во что превратился. Поэтому я, конечно, поэкспериментировала, но больше такой продукт не возьму. Покажу вам, девчонки, краску, которая разочаровала, это студио. Вот насколько хороша у них краска с татуэффектом для бровей, настолько плоха краска для волос. Я, конечно, ожидала какой-то стойкости, на самом деле. Это оттенок 708 перламутрово-русый. Вот на коробке прям цвет, ну, наверное, такой, как у меня сейчас практически, чуть, наверное, на тон потемнее, да, у меня. Вот, а так, в принципе, вот кончики очень похожи. Я хотела именно такого пепельного оттенка, и, девчонки, он был легкий-легкий после окрашивания и после первой же помывки головы практически весь смылся. Поэтому краску для волос студио вам не рекомендую, не понравилось. А вот краску для бровей, такую же, в такой же ромбообразной, да, коробочке, на ней написано татуэффект. Вот она бомбезная, она неделю держится на бровях и окрашивает кожу. Вот мне именно такой был эффект, я ее только в этой краске нашла, нужен, да. Так, еще одно средство для волос, которое я частенько вам тоже показываю, это тафт, это лак, который я люблю. Я тут пыталась, девчонки, поменять его на всеми расхваленный год-то-би. Он у меня год-то-би так и стоит, не понравился, жутко склеивает волосы. Там, конечно, да, стальная хватка, он так и называется, она действительно стальная, но у вас на голове гнездо, которое вы потом еще и с трудом будете расчесывать. Вот я сейчас уложилась с помощью тафта, и у меня прическа подвижная, объемная, как бы, и все замечательно. С год-то-би все склеивается намертво, вообще не понравился, поэтому остаюсь при своем любимом тафте и менять его ни на что не буду, девочки. Так, Head & Shoulders у меня буквально сегодня закончился, добила я этот шампунь, нравится, всегда нравился, муж им часто пользуется, и мне он нравится. Там большое количество силикончиков, мои волосы эти силикончики очень любят, промывает хорошо, освежает, очищает кожу головы тоже замечательно. Поэтому, да, люблю и частенько мы его прикупаем. Два продукта от Шоконад вам покажу, девчонки, которые безумно понравились. У них, кстати, очень такие бюджетные цены, если интересно, я вам ссылочку на обзор этих продуктов внизу в инфобоксе приложу, посмотрите, пройдете, там под видео есть все ссылки на эти продукты. Так, первый продукт, вот так выглядит баночка, это альгинатная пластифицирующая маска со спирулиной. Сейчас я вам покажу, как она выглядела, я уже последний раз ее смешивала в банке. Это такой порошок светлого-зеленого цвета, который, когда разводите водой, становится ярко-зеленого цвета. Быстренько накладываем на лицо, я обычно делаю это, когда лежу в ванной, потому что, ну, неудобно это в других условиях делать, да, развела и быстро накладываю на лицо, и глаза, и губы, все вот так замазываю, лежу, снимаю, и через минут, наверное, 10-15. В процессе, если по периметру подсыхает, ручкой так водой смачиваю, чтобы удобно потом было смывать, не приходилось снимать, и не приходилось отдирать по частям, да. Вот, маска супер, девчонки, маска супер, после нее, прям вот, когда снимаешь, кожа как обновляется, она становится свежая, красивая, подтянутая. Мне вообще нравятся альгинатные маски, почему? Потому что там моментальный эффект, ну, по крайней мере, те, что я пробовала. Вы снимаете, да, у вас кожа подтягивается кверху, лифтинг-эффект такой обалденный. Мне безумно понравилась эта маска, я, скорее всего, буду ее еще повторять. Шоконат – это натуральная косметика, отечественный производитель. Единственный минус, да, у меня до этого были другие альгинатные маски, вот это очень быстро застывает, поэтому ее нужно разводить прям в холодной воде. Быстро-быстро-быстро-быстро. Разводим, если минутку помедлили, она у вас начнет застывать уже в баночке или в тарелочке, и вы ее уже на лицо не нанесете. Вот единственный минус этой маски. А так вообще потрясающе. И второй продукт от Шоконат – это тоже маска, маска со спирулиной для сужения пор, для проблемной и жирной кожи, девчонки. И она действительно справляется со всеми проблемами жирной комбинированной кожи. Она потрясающая. У нее такой вот, у меня еще крем остался из этой серии пока в обиходе, зеленоватого цвета, и запах у нее слегка отталкивающий, скажем так. Но она безумно круто работает. Мне нравилось ее применять на утренней основе. После умывания наносишь эту маску, она такой, кремовый, гелевый консистенция. Ну, знаете, натуральный продукт, он и есть натуральный, даже не могу сказать, что за консистенция, да. Наносите на лицо, цвет такой зеленоватый, фиона, да, и ходите. Через 10 минут смываем, и все, поры сужены, лицо мотировано, идеальное, просто тон замечательный. Накрасились, пошли покорять мир. Один, девчонки, продукт покажу от Organic Zone. Organic Zone нашумевший, тоже отечественный производитель, довольно бюджетной косметики. Есть на Вайберес Озон, и в масс-маркетах есть магазинчики именно с этой косметикой. У меня тоник для жирной проблемы кожи, мятный чай, 250 мл здесь. Он был полностью прозрачный, да, видите, водичка. По запаху он действительно пахнет зеленым чаем или слегка дает цитрусом. По эффекту, девчонки, я бы вот сказала, что это тоник для нормальной кожи, нежели для жирной и проблемной. Но, опять же, это натуральный продукт, он не пересушивает кожу, он ее, ну как скажем, жирный блеск он убирает, но не матирует. Хотелось бы от мотирования, раз уж он для жирной. Если есть какие-то высыпания, этот тоник тоже с ними борется, и достаточно хорошо. Мне не хватило вот от него только мотирования. А в целом продукт очень классный, не пересушит сухую кожу и не вызовет никаких раздражений абсолютно. Теперь приступим к Эйвену. Из Эйвен кончилась водичка туалетного мужа Ксириас, мне нравится. Мне нравится, она, конечно, не стойка, девчонки, она быстро выветривается, но мне очень нравится именно этот сиреневый аромат. Я поняла теперь, почему он у многих любимчиков в ходу и пользуется популярностью среди клиентов, многих консультантов. Да, он классный, это прям аромат моего мужа, вот я на нем такие сладковатые духи всегда вот как бы хочу ощущать, скажем так. Стойкость у него часа три, мне кажется, где-то. А так цена бывает очень бюджетная, за 200 с чем-то рублей можно взять флакончик, тут 30 миллилитров, наверное, скорее всего. Нет, девчонки, здесь 50 даже миллилитров, представляете? А не скажешь прям. 50 миллилитров за 200 с чем-то рублей, ну вообще сказка, поясня. Так, закончилась маска, девчонки, от Энью, золотая пленка, пилинг и сияние, маска-пленка для лица. Она красивая, я писала, по-моему, на нее пост в Инстаграме или даже какое-то видео снимала в ней, по-моему, святочные гадания видео называется, там мы с моей знакомой тестим эту маску. Что хочу сказать, как у меня было первое впечатление, вот смотрите, какая красивая, так оно и осталось. Мне гораздо больше нравится маска вот эта, сейчас мы с вами сравним их, тоже она у меня кончилась, планета спас, черной икрой, маска-пленка. Она тоже красивая, она блестящая, немного блесток, а это прямо сама по себе основа золотая. Так, это для меня лучше. Почему? После нее тон ровный, лицо подтянутое, поры суженные. После этой, ну разве что ровный тон, она какая-то, вот знаете, ну по мне, я знаю, что у нее тоже много поклонников, но по мне она какая-то деликатная. Ее даже когда снимаешь, не больно, хотела сказать. Нет, вот это тоже мне не больно, в принципе, нормально, она более-менее еще. Белорусские маски с углем пленки, вот там, да, там точный пилинг-эффект, верхний слой кожи сдирается напрочь. А это прямо, она высыхает, ее вот одним движением снял, я не вижу лифтинг-эффекта, я не вижу очищения. Просто на моем лице как будто побывал слой какой-то маски, и засох, я его сняла, ну и ладно, ну и все. Поэтому я не буду повторять ее, даже вот за 100 рублей не возьму, девчонки. А вот эту маску обожаю, у меня всегда стоит один флакон в запасе, я люблю ее прям вот использовать вообще, почаще-почаще, чем другие. Она у меня из всех масок, в принципе, что я пробовала, не только Эйвен, вот в фаворитах-фаворитах. Буду заказывать еще, одна у меня еще в запасе стоит. И закончился у меня розовый Инканто, парфюмированный спрей для тела ежевика и мускус. Ну как закончился, я перелила его в лосьон тоже в Эйвенске, такая здоровая бадья у меня стоит давно. Мне там не хватало аромата, в этом лосьоне мне не хватает увлажнения, так почему бы их, девчонки, не миксануть? Запах тут действительно какой-то малинки ежевики присутствует, сладенький, прикольный, но голубой все равно у меня остается в фаворитах. Поэтому перелила, девчонки, в лосьон, получился у меня классный такой ароматный микс, и с удовольствием теперь пользуюсь этим лосьоном, думаю, он у меня теперь будет расходоваться гораздо быстрее. Ну вот и все, мои хорошие, вот такие баночки скопились у меня за этот месяц, я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео, всех люблю, целую, берегите себя.